Слава Украине! Приветствую от Полонского! В последние дни российская пропаганда просто из штанов выпрыгивает от радости, скулят, пищат, воют и даже завывают по поводу того, что американцы начали записываться воевать за российскую армию. И идите твое налево, думаешь? Ну все, свет перевернулся, американцы поехали за российскую армию воевать. Мабуться копеть! А что же на самом деле? Есть некий американец в количестве, вот видите, сколько пальцев? Один! Так вот, в количестве ровно одна штука. Зовут его, фамилия у него Пуэлло Мото, да, и служил он когда-то в Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки. Действительно, такой кадр есть, но один, да. И он действительно записался в российскую армию. А теперь давайте же разберемся. Значит, этот кадр действительно служил в Национальной гвардии, действительно там является молодым американцем, да, гражданином США. Все бы, ничего бы, но этот кадр был пойман на хранение у себя на компьютере, детской порнографии, как мило, а? Вот. И в Штатах его посадили, потом, как это бывает, очень часто отпустили под залог, и за два дня до предстоящего суда он просто-напросто сбежал. Сбежал из-под залога, объявился уже на России. Вот. И почему-то аж в Ханты-Мансийском округе. Я не очень понимаю, как он туда попал, но, видимо, так драпал. Он почему-то считал, что в Москве его могут, видимо, выдать, поймать. А вот там в Ханты-Мансийском, возле, там, где эти самые, там, я не знаю, и венки, и медведи, и лоси, и эти, не, не эти, олени белые, белые олени, да, пятнистые, которые там бегают с аргами. Там, наверное, он затесался бы и выглядел как свой. Ну, собственно говоря, почему он там оказался, тяжело сказать. И там он действительно записался на Российскую армию. И вот это вот все сейчас пропаганда разносит. Ну, просто вы что. В том, что уголовник, причем с такой вот, ну, мягко говоря, нехорошей статьей, это мягко говоря, попал на Российскую армию, ну, тут ничего такого особенного нет. Давайте вспомним группу Вагнера, потом вот сейчас вспомним вот этих вот сегодняшних Шторм-Зет, ну, там очень много с такими статьями или подобными статьями, да, то есть, ну, Российская армия наполовину это армия уголовников, поэтому, что тут такого, господи. Еще один насильник, еще один педофил, подумаешь, у них президент, педофил, он мальчиков там в пузик целует и нормально, хорошо чувствует, всей стране очень нравится, предоставляют ему мальчиков. Вот, но речь даже не о том, что вот один американец пошел, и он вот такой-сякой, нет, речь о пропаганде, посмотрите, как они это выдают, насколько они унижаются перед Штатами, насколько у них вот это раболепие, насколько они все-таки молятся, американец, нет, не поламериканца, а целый американец в нашей армии, ну, и что же педофил, то ерунда, нет, американец, нет, не так даже, американец в нашей армии, понимаете? И все, все центральные телеканалы поплыли, и все, елей брызгает, гундяй бегает кандилом, трясет своим вот этим вот и пузом, и все они млеют, потому что американец, целый американец, не поламериканца, не две трети американца, а целый американец с такой замечательной уголовной статьей записался в российскую армию, разве это не повод для гордости? Деды воевали.